МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Прямая линия». Сегодня на вопросы телезрителей ответит исполняющий обязанности руководителя службы строительного, жилищного и технического надзора Республики Коми Ольга Микушева. К эфиру «Прямой линии» поступили вопросы от жителей Республики через общественную приемную главы Коми. Центр управления регионом выделил актуальные для Республики темы на основе анализа медиапространства. Присоединяйтесь к беседе, пишите под трансляцией в группе телеканала Юрган Цура, сообществе Республика Коми ВКонтакте, а также в телеграмм-номер на экранах. Ольга Михайловна, качество уборки придомовых территорий от снега. Этой зимой для жителей Республики это основа одна из самых актуальных проблем. С начала года в социальных сетях и на платформу «Госуслуги.Решаем.Вместе» по этой теме поступило более 200 сигналов и сообщений в лидерах Воркута, Цыктывкар и Усинск. И чаще всего жалобы на управляющие компании, которые не чистят дворы. Ольга Михайловна, давайте разъясним нашим телезрителям, что же делать в таких ситуациях. В первую очередь хотелось бы сказать, что управляющая организация, если она управляет домом, либо ТСЖ, в случае управления домом ТСЖ, обязаны осуществлять очистку дворовой территории от снега. И если управляющая организация, либо ТСЖ эту обязанность не исполняют, жители могут обратиться в адрес службы, либо нашего территориального органа. Это государственная жилищная инспекция по месту жительства с жалобой на бездействие управляющей организации. Мы проведем проверку и в случае выявления нарушений со стороны управляющей организации примем меры. Вам можно звонить или писать. Как обращаться? Обращаться необходимо либо через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Очень многие уже с ней знакомы, очень многие жители через эту систему, сокращенно это ГИС ЖКХ, направляют обращение. Либо же можно обратиться письменно, непосредственно принести обращение в жилищную инспекцию, но прийти нужно с паспортом. Это нужно сделать для того, чтобы мы смогли провести проверку. Потому что проверку мы сейчас проводим только по тем обращениям, которые направлены способами, позволяющими установить личность обратившегося гражданина. Как быстро проводите проверку? Как быстро реагируете? Стараемся реагировать максимально быстро, но на рассмотрение обращения у нас есть месяц. Но мы прекрасно понимаем, что есть проблемы и вопросы, которые нужно решать очень быстро и очень быстро реагировать. Поэтому по возможности реагируем максимально быстро. Житель Печоры сообщает, что зимой дворник очищает от снега только территорию возле подъездов. Полностью двор никогда не чистится. Их управляющая компания Гарантмастер. А выходившая с проверкой по жалобе госжилоинспекция не зафиксировала нарушений, потому что к моменту проверки снег был утоптан пешеходами и укатан машинами. Разъясните нормы по уборке дворовой территории в зимний период. Ну тут, конечно же, нужно разъяснить тот факт, что управляющая организация обязана производить очистку придомовой территории только в границах, которые определены законодательством, которые установлены договором управления. И границы этого земельного участка должны быть определены в соответствии с земельным законодательством. Управляющая организация обязана очищать крыльца и площадки перед входом в подъезд. Она обязана сдвигать, очищать тротуары, где ходят пешеходы, и дворовые проезды. Но только в том случае, если эти территории находятся в пределах придомовой территории. И вполне возможно, что при проведении проверки специалистам госжилинспекции вот эти факты все были выявлены и были установлены границы земельного участка, в пределах которых управляющая организация обязана выполнять свои обязательства. Вот и было принято такое решение. Но в целом есть такая норма, чтобы расчищал весь двор, если установлен договор. Конечно, конечно. И если снег, высота снежного покрова превышает 5 сантиметров, то данный снег, он должен убираться. И если идет, вот есть у нас период обильных снегопадов, то в таком случае дворовые территории должны очищаться постоянно. Не должно быть ситуации, когда люди просто не могут выйти из двора, а машины не могут выехать. Такого быть не должно. Но если управляющая организация этого не делает, то она нарушает тем самым лицензионные требования по управлению многоквартирными домами. И при выявлении таких фактов мы, конечно же, управляющие организации наказываем. В первые дни Нового года произошла череда инцидентов с электроснабжением сразу в нескольких районах республики. Мы уже говорили об этом на прямой линии с заместителем председателя правительства, министром финансов республики Владимиром Казаковым, обсуждали причины и системное решение проблемы. Например, жители Дутова остались без света на два дня. Могут ли они рассчитывать на перерасчет со стороны ресурсоснабжающей организации, учитывая, что речь идет об аварийной ситуации? Сразу скажу, что жители на перерасчет рассчитывать могут. Вот. Исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению обязан обеспечить беспрерывное круглосуточное электроснабжение потребителей. Установлены периоды максимальной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальной услуги при аварийных ситуациях. В данном случае, двое суток, вот этот период, он превысил все допустимые нормы. Поэтому за каждый час превышения допустимого перерыва осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению на 0,15%. А допустимый перерыв какой? Все зависит от используемого источника электроснабжения. Там разные перерывы. Есть 2 часа, есть 24 часа. То есть нужно при проведении проверки, если вдруг наш адрес поступит такое обращение, мы эти все факторы будем учитывать. А с жителем нужно самим обращаться за перерасчетом? У законодательства мне установлен заявительный характер. Ресурсоснабжающая организация обязана сделать перерасчет сама, самостоятельно, не ожидая обращения потребителя. Но если по какой-либо причине ресурсоснабжающая организация этот перерасчет не делает, не осуществляет, жители могут обратиться в эту ресурсоснабжающую организацию, они обязаны сделать этот перерасчет. Если же при обращении в ресурсоснабжающую организацию та организация не отреагировала на это обращение, потребитель опять же может обратиться в наш адрес, мы проведем проверку и примем меры по обязанию исполнить требования законодательства. Вопрос из Сосногорска от Надежды Васильевны. В период аномальных холодов возникает ситуация с несоблюдением температурного режима в квартире. Что делать, если не реагирует управляющая компания, каким образом добиться перерасчета платы за отопление? Да, действительно, были у нас в этом году обращения от жителей. Ну, как и в прошлом году, и в позапрошлом, такие обращения в периоды максимальных холодов в наш адрес поступают. Что в таких ситуациях нужно делать? Если у потребителя холодно в квартире, в первую очередь он должен позвонить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя коммунальной услуги. Это та организация, которая предъявляет плату за коммунальную услугу. Необходимо добиться того, чтобы вашу заявку зарегистрировали. На обратном конце провода должны сказать номер, озвучить номер заявки, время принятия заявки и фамилию человека, который принял эту заявку. Затем с потребителем должно быть согласовано время, когда исполнитель коммунальной услуги придет и зафиксирует факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Такая проверка проводится в течение не более чем двух часов, если иное время не согласовано с потребителем. Исполнитель коммунальной услуги должен прийти, зафиксировать факт предоставления коммунальной услуги, составить акт, отразить в этом акте время, когда этот факт зафиксирован, принять меры для устранения причин, которые послужили предоставлению некачественной коммунальной услуги, и затем вновь прийти к потребителю и удостовериться, что услуга предоставляется ему надлежащего качества. И вот время, когда человек удостоверился в том, что услуга предоставляется качественная, он должен зафиксировать опять же в акте. И вот этот период, начало предоставления коммунальной услуги и окончание предоставления коммунальной услуги недлежащего качества, вот за этот период и должен быть сделан перерасчет за некачественную коммунальную услугу. Ну а что делать, если человек позвонил в диспетчерскую службу, но к нему так никто и не пришел? К сожалению, такие факты есть, и в данном случае жители могут обратиться опять же в адрес службы, либо государственной жилищной инспекции. Мы такие обращения рассматриваем в течение 7 дней. Мы понимаем прекрасно, что мы живем на севере, что мы не можем, жители, вернее жители не могут долго ждать, когда же в их квартире появится тепло. Мы очень оперативно выходим на проверку, и в случае выявления нарушений в бездействии управляющей организации принимаем все возможные меры к понуждению выполнить ее, исполнить требования законодательства. То есть все это должно происходить в течение какого периода? Допустим, сегодня холодно, позвонил в диспетчерскую, сегодня же должны подойти? Сегодня, да. Вот мы уже сказали, что... Если сегодня не пришли, обращаемся в жилинспекцию? Обращаемся, да. Куда обращаться, если в квартире постоянно холодно? То есть не временно, да, а постоянно? Схема та же самая, абсолютно та же самая. В любом случае нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Обязательно, обязательно требовать, чтобы заявку зарегистрировали, потому что даже вот это требование зачастую не исполняется, и заявка не регистрируется. Мы эти факты потом все проверяем, и все это, значит, фиксируем. Потом в наш адрес. К нам присоединяются телезрители. Вопрос в ВК поступил от Полины Васильевой. Что делать, если управляющая компания исполняет обязанности недобросовестно? В альянс-сервис приписывают долги других жильцов, которые не платят. Когда проведут проверку? Прямо известно о таких фактах. Приписывать долги других жильцов ни одна управляющая организация, ни одно ТСЖ не может. Это незаконно. И, честно говоря, я на своей практике ни разу не встречалась с такой ситуацией. Жители, да, обращаются в наш адрес по данной теме, но проводя проверки, мы таких фактов никогда не выявляем. Поэтому, если у человека есть подозрения на совершение таких незаконных действий со стороны управляющей организации, опять же, нужно обратиться в наш адрес с теми способами, которые я уже озвучила. Мы проведем проверку и при выявлении нарушений, конечно же, примем все меры по понуждению управляющей организации исправить ситуацию. Жительница села Карткирос Александра Ивановна, пенсионер, записала к нашему эфиру видео вопрос. Здравствуйте. Как управляющая компания должна содержать крыши многоквартирных домов в зимний период? По заявке жителей дома или есть какая-то другая периодичность? Пенсионер, но не Александра Ивановна. Как управляющая компания должна содержать крыши? Неважно. Смысл вопроса понятен. Если в доме есть управляющая организация, либо ТСЖ, опять же, то крыша должна содержаться в надлежащем состоянии. Не должны образовываться свесы снега свыше 30 сантиметров, и не должно быть сосулек. И управляющая компания для исполнения вот этой своей обязанности обязана проводить постоянные осмотры крыш тех домов, которыми она управляет. И в случае выявления вот этих вот фактов скопления снега на кровлях, она должна своевременно их очищать. Если же, ну, по какой-то причине управляющая организация своевременно эту обязанность не исполнила, то она обязана выполнить это требование по заявке жителей. Если же и по заявке жителей она, опять же, не реагирует, она тем самым нарушает, опять же, лицензионные требования по управлению многоквартирными домами, опять схема та же самая. Жители должны обратиться в наш адрес. Мы надзорный орган, который осуществляет государственный жилищный надзор и лицензионный контроль за деятельностью управляющих организаций. То есть мы осуществляем контроль за исполнением управляющими организациями всех требований законодательства, которые вот к ним предъявляются. Жительница Кайгородка Тамара Турубанова живет на втором этаже многоквартирного дома с печным отоплением. Соседи снизу переехали и не отапливают свое жилье. Куда обращаться в такой ситуации? Предусмотрена ли ответственность в отношении жильцов, не поддерживающих температурный режим в квартире? Ну, в отношении того жильца, вот на первом этаже, который не живет, хотела бы сказать, что вообще собственники жилого помещения обязаны обеспечивать надлежащее содержание принадлежащего ему жилого помещения, не допускать безхозяйного обращения с этим помещением и не допускать нарушения прав соседей. Мы в данном случае видим, что собственник данного жилого помещения эту обязанность не исполняет. Поэтому обязать данного собственника обеспечить вот эту обязанность можно двумя способами. Это все-таки в судебном порядке обратиться с иском суда в понуждении данного собственника обеспечить надлежащее содержание принадлежащего ему жилого помещения. Можно же обратиться в наш адрес, мы точно также проведем какие-то контрольные надзорные мероприятия, и возможно даже по согласованию собственникам помещения, которые проживают на втором этаже, подадим иск в суд, выйдем в его интересах в суд по понуждению для решения вопроса. Наталья, работник бюджетной сферы из Усинска, спрашивает, что такое корректировки по отоплению, и в каких случаях производятся, и как вообще, и можно ли их избежать? Очень актуальный вопрос, потому что корректировки у нас с вами проводятся в течение первого квартала года, скоро они будут проведены, они проводятся в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, в которых жители оплачивают отопление равномерными платежами в течение календарного года. Корректировки, при таком порядке расчетов за отопление жители, вот, например, в 2022 году оплачивали отопление по показаниям прибора учета за 2021 год, и вот в первом квартале 2023 года будет осуществлена корректировка размера платы, то есть расчеты за отопление жителям домов будут приведены в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета в 2022 году. И если потребление тепла в 2022 году было больше, чем в 2021, будет положительная корректировка. Если же меньше, придется доплатить. Если же меньше, то жителям будет выполнен перерасчет в сторону уменьшения размера платы за отопление. Но чаще всего, наверное, все-таки приходится доплачивать, да? Все зависит от того, какое количество тепловой энергии поступило в дом. Не всегда приходится доплачивать. Когда вот следующая-последующая зима, вот последующая, за предыдущим годом зима холоднее, вот предыдущего, то тогда корректировка бывает в сторону плюс. Если происходит наоборот, то корректировка, как правило, минусовая. Ну и по этой же теме вопрос. Ежегодно проблема перерасчета коммунальных платежей за тепловую энергию вызывает особую озабоченность у жителей Прилузского района. Проводится ли мониторинг и чего ждать в этом году? Вопрос от Сергея Петровича Попова из села Обьячево. Мониторинг службой не проводится, потому что у нас нет таких полномочий и нет такой возможности, потому что плату за отопление начисляет очень много организаций. Но мы понимаем, что 22-й год все-таки был теплее, чем 21-й. И мы предполагаем, что корректировка вот в этом году, она если и будет положительная, то небольшие суммы будут предъявлены жителям. А если, и все-таки надеемся на то, что в большей части домов корректировка будет отрицательная. Ну вы проверяете, если обращаются сами жители? Конечно, если жители в наш адрес обращаются, то есть они не согласны с суммой предъявленной корректировки, мы проводим проверки. И мы понимаем, что нам предстоит жаркий период после первого квартала. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Это прямая линия на вопросы телезрителей, отвечает исполняющий обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора КОМИ Ольга Микушева. За декабрь жители некоторых поселений КОМИ не получили бумажную квитанцию за коммунальные услуги. Такие сигналы в социальных сетях фиксируют сотрудники Центра управления регионом. Ситуация вызвала недоумение, особенно среди граждан пожилого возраста. Ольга Михайловна, может ли организация, предоставляющая коммунальные услуги, самостоятельно выбирать способ доведения информации до собственников? Не может. Если собственник не давал согласия на отмену квитанции на бумажном носителе, организация, оказывающая коммунальные услуги, не может направлять квитанцию только в электронном виде. Поэтому, если такие факты есть, имеются, то здесь я рекомендовала бы жителям обращаться в наш адрес. Мы разберемся и примем меры. Не давал согласия. То есть, каким образом его вообще должны спросить? Его могут спросить разными способами. Его могут пригласить, например, в офис ресурсоснабжающей организации. Могут направить, позвонить, могут направить на электронный адрес письмо и просто спросить, не изъявляете ли вы желание, чтобы мы направляли вам квитанции только в электронном виде. Мы понимаем, для чего это делается. Для того, чтобы упростить вот этот бумажный документооборот. Возможно, кому-то эта бумажная квитанция и не нужна. Потому что у многих ресурсоснабжающих организаций уже есть личные кабинеты, в которых они размещают квитанции. И часть жителей согласна на такой способ получения квитанции. Но есть жители, которые хотят получать квитанцию на бумажном носителе и не дают согласия на отмену получения квитанции вот в таком виде. Поэтому, если, еще раз повторюсь, если потребитель согласия не давал, квитанция на бумажном носителе должна направляться. Сейчас целый дом, например, не получил эту квитанцию. Каждый житель самостоятельно должен писать обращение, так? Могут написать, жители могут написать коллективное обращение в наш адрес, подписаться и направить его в наш адрес. Но, опять же, теми способами, про которые я говорила. И вот мы проведем все контрольные мероприятия. То есть можно ли сразу в организацию, то есть для начала в организацию обратиться, которая предоставляет эти... Жители могут поступить вот как им угодно. Они могут обратиться в организацию. Я знаю, что они так делают. И организации предоставляют им эти квитанции на бумажном носителе. Если же у них не получается договориться по каким-либо причинам, то, конечно же, здесь есть мы, да. Вопрос от Анжелы, жительницы дома номер 38 по улице Кирова, города Инты. Управляющая компания заявляет, что КОМИ «Энергосбытовая» выставляет им плату за отопление общедомового имущества. И данная сумма якобы отражается в строке квитанции содержания жилого дома. В то же время плату за отопление на общедомовые нужды в своих счетах выставляет жителям и «Энергосбытовая» компания. Получается, двойная оплата. Законно ли это? Сразу скажу, что никакого двойного начисления любой платы быть не должно. Поэтому в этой ситуации, конечно же, нужно разбираться. Необходимо проводить проверку. И если вот есть адрес вот у данной заявительницы, мы проведем проверку и при выявлении нарушений примем меры по понуждению исправить ситуацию. Если адреса нет, то жительница опять же может обратиться в наш адрес, мы проведем проверочные мероприятия. Может ли стоимость услуги за отопление общедомового имущества превышать плату за индивидуальное отопление? В счетах от КОМИ «Энергосбытовой» компании за ноябрь 2022 года жители одного из домов Интета сумма в 3-4 раза больше, чем за отопление квартиры. Возможно ли такое? Возможно. Скорее всего, вопрос поступил от потребителя, который проживает в доме, оборудованном общедомовым прибором учета, в которых, в жилых помещениях, в которых установлены индивидуальные приборы учета. Вот в данном случае потребителям, помимо индивидуального потребления, отопление за индивидуальное потребление, предъявляется еще плата за отопление на общедомовые нужды. И потребители, иногда зачастую уменьшая потребление тепла в помещении, думают, что уменьшится размер платы за отопление. Но для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо понимать, как рассчитывается отопление на общедомовые нужды. Берутся показания общедомового прибора учета, вычитается сумма потребления во всех жилых и нежилых помещениях. Нежилые здесь имеются в виду магазины, может быть, аптеки, если есть на цокольных этажах. И вот эта полученная разница тепловой энергии, которая остается неоплаченной, и она и распределяется между всеми потребителями пропорциональной площади занимаемого помещения. Вот это и есть коммунальная услуга по отоплению на общедомовые нужды. Поэтому такая ситуация возможна. Но еще хочу сказать, что регулируя, уменьшая потребление тепла в многоквартирном доме, в жилом помещении, у потребителя в квартире все равно ведь тепло. Жилое помещение отапливается за счет отопления... Всего дома. Всего дома, которое во всем доме. Поэтому вот люди иногда обращаются в наш адрес, говорят, ну это же несправедливо, я вот уменьшил практически до нуля, у меня вообще потребление ноль внутри квартиры, почему же я должен платить. Но вот мы объясняем, что у тебя же все равно в квартире было холодно, у вас же было холодно, ой, тепло, тепло. И вот нужно оплачивать по законодательству все тепло, которое вошло в дом, оно должно быть оплачено жильцами. Вопрос поступил под трансляцией нашего эфира от Надежды Соколовой. Троицко-Печорск, дом аварийный, управляющая компания, ресурс. За обслуживание начисляет тариф 33.44. Куда обратиться? За помощью мы не согласны. С Троицко-Печорск? С таким тарифом, да. Троицко-Печорск. Ну, могут обратиться за разъяснением и в адрес управляющей организации, могут обратиться опять же в наш адрес. У нас на территории Троицко-Печорского района есть государственная жилищная инспекция. По данному району могут обратиться туда. Но в Троицко-Печорском районе, я знаю, что у нас в конце декабря появилась наконец-то управляющая организация. Она назначена администрацией муниципального образования по большому количеству домов. Очень длительное время дома в Троицко-Печорском районе не управлялись. И управляющая организация, одна управляющая организация получила лицензию на право осуществления этой деятельности, приступила к управлению многоквартирными домами. И вот когда орган местного самоуправления определял данную управляющую организацию для управления данными домами, он и определил размер платы за содержание жилого помещения. Размер платы определяется исходя из того перечня работы услуг, которые управляющая организация обязана выполнять. Поэтому, кстати, завтра я выезжаю в Троицко-Печорск, буду завтра-послезавтра работать на территории Троицко-Печорского района. У меня будет личный прием граждан. Я буду осуществлять в пятницу. Если жители хотят, имеют желание, то могут подойти, и мы пообщаемся. Куда подходить? Куда конкретное место и время, я думаю, что лучше узнать в администрации района, потому что они организовывают. Жители Вуктыла сетуют на то, что второй месяц в подъезде никто не убирает. Об отсутствии уборщика сообщают в управляющую компанию два раза в неделю. Пишет телезритель, но ничего не меняется, а счета выставляют регулярно. Куда обратиться, чтобы исправить ситуацию? Управляющая организация обязана убирать подъезд. Причем сухая уборка должна проводиться не реже, чем раз в пять дней, а влажная не реже, чем один раз в месяц. Может быть предусмотрена более частая периодичность проведения уборки, причем это проговаривается и устанавливается в договоре управления. И если же управляющая организация, опять же, нарушает договор управления, нарушает требования законодательства, жителям необходимо обращаться в наш адрес. Опять же, проведем проверку, и при выявлении нарушений будем принимать меры. Житель Вуктыла направил на прямую линию видеовопрос. Павел, город Вуктыл. С 2000-х годов разрушается балконная плита. Есть предписание администрации 2010 года с требованием балконом не пользоваться и не выходить на него в связи с опасностью обрушения. Квартира муниципальная. Куда необходимо обратиться, чтобы плиту заменили или отремонтировали? И кто должен это сделать? Собственник, то есть администрация городского округа Вуктыл или наниматель? Балконная плита относится к общему имуществу. И содержать вот это общее имущество в надлежащем состоянии обязана управляющая организация. Я так поняла, что в данном случае управляющая организация есть. Но здесь нужно понимать, какой ремонт этой балконной плите требуется. Если это текущий ремонт, то это, конечно же, обязана выполнить управляющая организация за счет платы за содержание жилого помещения. Это ее прямая обязанность. Но вполне возможно, учитывая, что уже есть предписание не пользоваться балконом, скорее всего, идет разрушение балконной плиты. И здесь требуется капитальный ремонт вот этой плиты. Капитальный ремонт осуществляется за счет собственника. Собственником является администрация. Поэтому потребителю необходимо обратиться, потребителю, проживающему в данном жилом помещении, необходимо обратиться в адрес администрации, муниципального образования. Но в том случае, если требуется капитальный ремонт плиты. Капитальный ремонт, он также может быть выполнен в рамках проведения капитального ремонта фасада при проведении капремонта фондом капитального ремонта, если жители данного дома формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Но в любом случае, я думаю, что чтобы было быстро и действенно, можно обратиться в наш адрес, мы проведем проверку, мы посмотрим, что там, каково состояние данной плиты, и дальше уже примем меры, исходя из ее состояния. Да, что нужно сделать. Нужна проверка. Телезритель пишет, в новостях слышал, что плату за электричество и воду на общие дымовые нужды будут начислять как-то по-новому. Пока ничего не изменилось. Как начисляли по нормативу, так и начисляют. Когда ждать изменения? Действительно, у нас 1 сентября 2022 года изменилось законодательство, касающийся порядка начисления оплаты за коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания общего имущества. Речь идет об электрической энергии, холодной и горячей воде и водоотведении. И если раньше эти услуги начислялись по нормативу, по утвержденному нормативу, то сейчас эта плата будет начисляться по показаниям общедомового прибора учета. И если вот в данном случае потребитель пишет, что у него ничего не изменилось, им начисляют плату по нормативу, это означает, что собственники не приняли решение о начислении платы за данные коммунальные ресурсы по показаниям общедомового прибора учета, и в первом квартале 2023 года им будет предъявлена жителям корректировка размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по всем вот этим вот видам работ, о которых я уже озвучила. И причем жители, если оплачивая по нормативам, оплатили больше, чем реально дом потребил, то им будет предъявлена корректировка со знаком минус, как вот мы с вами по отоплению говорили. То есть будет выполнен перерасчет в сторону уменьшения размера платы. Если же жители недоплатили, дом потребил большее количество вот этих коммунальных ресурсов, то корректировка будет положительная в сторону увеличения размера платы. И жители должны это понимать и должны быть к этому готовы. Но еще можно принять такое решение? Можно. Такое решение о ежемесячном начислении платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды можно принять в любое время на общем собрании. И протокол представить в адрес управляющей организации. В соцсетях жители Ухты часто жалуются на то, что в их доме сменилась управляющая компания без согласия собственников. Жильцы утверждают, что не участвовали в общем собрании, не принимали решение о смене управляющей компании, поэтому они полагают, что смена управляющей компании произошла незаконно. Расскажите, как понять, правомерно ли смена управляющей компании, как действовать, если есть сомнения в законности смены управляющей компании? Решение о смене управляющей организации может быть принято собственниками в любое время, но на общем собрании. То есть это решение принимают собственники. И если собственники понимают, что в доме поменялась управляющая организация, но они это решение не принимали, не принимали участия в общем собрании, то они делают выводы о том, могут делать выводы о том, что смена управляющей организации произошла незаконно. И вот в таком случае жители должны обращаться в обязательном порядке, вот я просто настоятельно рекомендую, обращаться в адрес службы, в наш адрес, с заявлением, его можно написать в произвольной форме, можно воспользоваться тем образцом, который размещен на сайте службы, причем этот образец подготовили именно для этой ситуации. И мы далее, вот мы уже проведем проверочные мероприятия, примем необходимые меры. Действительно в Ухте сложилось... Такое возможно, что смена управляющей компании произошла как-то, минуя жителей? Вы знаете, как оказалось, такое возможно. В Ухте, вот это у нас единственный муниципалитет, в котором происходит массовая смена управляющих организаций. Причем массово. Причем массово это десятками домов переходят от одной управляющей организации в другой. И потом мы наблюдаем огромное количество обращений от жителей, когда они выявляют и выясняют, что у них сменилась управляющая организация, большое количество обращений и в соцсетях, и в СМИ, и в различные органы власти с жалобами на то, что смена управляющей организации произошла незаконно. Они этого решения не принимали. И учитывая тот вал обращений, большое количество обращений, с которыми мы сталкиваемся по данной тематике, нами принято решение о проведении проверки. О проведении проверки правомерности изменения одной управляющей организации на другую. Мы проверку проводим. Мы несколько раз уже в Ухту выезжали, мы общались с жителями, мы собирали жителей. И действительно, жители подтверждают, что они не принимали участие в этих собраниях. Они подтверждают даже те факты, что подписи, которые есть в решениях, которые оформлены от их имени, это не их подписи. И собрав все такие обращения, мы пересчитываем кворум, который учитывался при принятии решения по переходу одной управляющей организации в другую. И если мы выявляем, что убрав вот эти голоса кворума для принятия решения по изменению управляющей организации не было, мы первое, что делаем, направляем все материалы в правоохранительные органы и затем направляем иск в суд о признании данного протокола недействительным. И уже по результатам той проверки, которую мы провели, мы по части домов уже выявили вот такие факты. по нескольким домам мы уже направили исковые заявления в суд, по определенной части тоже подготовлены эти исковые заявления. Работу продолжаем. Работы предстоит очень много, потому что фактов, вот таких фактов, тоже очень много. И еще раз хотела бы обратиться к жителям, ну, наверное, к жителям в большей части, в большей степени Ухты, потому что такие вот обращения такого плана не поступают только от жителей этого муниципалитета. Если все-таки жители считают, что переход в другую управляющую организацию по их дому осуществлен незаконно, необходимо написать обращение в наш адрес. Вот только эти обращения и будут являться основанием для того, чтобы мы смогли предпринять те меры, о которых я уже сказала. И обращения в обязательном порядке должны быть написаны вот теми способами, которые мы с вами озвучили, еще раз повторюсь, либо через ГИС ЖКХ, либо принести обращение в ГЖИ города Ухты, но прийти с паспортом. Следующий вопрос у нас от жителя села Межадр Сысельского района. Пенсионеры интересуются, нужна ли подготовка проектной документации при индивидуальном жилищном строительстве? При постройке вот такого дома подготовка проектной документации законодательством не предусмотрена. Если же застройщик желает сделать такую документацию, то он может ее выполнить. Для себя? Для себя, да. А житель Севавильгард спрашивает, как служба строительство технадзора КОМИ контролирует работу управляющих организаций в сфере повышения энергоэффективности жилого фонда? Да, действительно, к управляющим организациям предъявляются требования, в том числе и по выполнению мероприятий по энергоэффективности на общем имуществе в доме. Управляющая организация обязана предоставлять в адрес собственников предложения по проведению мероприятий по энергосбережению на общем имуществе, которые приведут к снижению размера платы за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества. Это, вот, для примера, какие-то мероприятия могут быть. Это и установка общедомовых приборов учета, и установка доводчиков на дверей, и установка энергосберегающих ламп, датчиков движения, проведение, может быть, модернизации либо реконструкции тепловых узлов, утепления систем теплоснабжения, водоснабжения и многие-многие другие мероприятия. И вот если данные требования управляющая организация не выполняет, то при проведении контрольных мероприятий, когда мы эти факты выявляем, а мы можем выявить их и в ходе проведения и плановых проверок, и внеплановых проверок по обращениям граждан, то мы, опять же, есть специальная статья по привлечению управляющих организаций за несоблюдение законодательства об энергосбережении. Мы принимаем вот такие меры. Вопрос поступил в Телеграм от Людмилы. Как заставить управляющую компанию утеплить межпанельные швы в панельной многоэтажке? Управляющая организация обязана это делать. И если есть такая необходимость, во-первых, управляющая организация сама должна понять, что это нужно делать, потому что она должна проводить осмотры многоквартирного дома. То есть управляет домом, значит, она должна как минимум два раза в год эти осмотры делать на предмет состояния общего имущества. И при выявлении фактов выкрашивания вот этих межпанельных швов, она обязана составить план восстановительных работ и реализовать его. Если же управляющая организация по каким-либо причинам этого не делает, то потребителю необходимо обратиться в адрес управляющей организации, оставить заявку. Возможно, вот визуально и не видно, что произошло какое-то изменение межпанельного шва. А в квартире потребителя холодно, происходит проникновение воздуха, влаги через вот эти вот вещи. Необходимо оставить заявку. Если же управляющая организация при получении такой заявки, опять же, не отреагировала, не известила потребителя о сроках проведения ремонтных работ, а такие работы у нас проводятся, как правило, в тёплое время года, зимой такие работы проводить нецелесообразно, то, опять же, потребитель может обратиться в случае бездействия управляющей организации, длительного бездействия, необходимо обратиться в наш адрес. Обязаны ли собственники квартиры впускать в своё жильё газовиков, если они их не вызывали и никаких жалоб нет? Очень часто задают эти вопросы, эти вопросы жители обязаны, ответ обязаны. Газоснабжение по централизованным системам газоснабжения у нас может осуществляться только при условии надлежащего содержания и обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Потребитель должен заключить договор со специализированной организацией о содержании внутриквартирного газового оборудования, обязан как минимум раз в год обеспечить допуск представителя специализированной организации к осмотру этого оборудования и в случае необходимости к обслуживанию данного оборудования. И по результатам проведённых работ потребитель должен оплатить выполнение данной специализированной организации этих видов работ. И вот если потребитель не исполнил требования законодательства, не заключил договор, не обеспечил доступ представителю организации для осмотра внутриквартирного газового оборудования, Это может повлечь привлечение данного потребителя с нашей стороны к административной ответственности. И мы это делаем, мы привлекаем потребителей. То есть это штраф? Это штрафы от 1000 до 2000 рублей. И что, наверное, самое-то такое неприятное, потребители могут отключить от газа. Потому что специализированная организация, не зная состояния внутриквартирного газового оборудования, понимать, что есть риски возникновения аварийной ситуации, а, к сожалению, возникновение аварийных ситуаций на системах газоснабжения, это всегда очень опасно. Это всегда с жертвы, это всегда разрушение и так далее. Поэтому, опять же, если есть такая возможность, призываю жителей требования эти исполнять. Помимо вот этих случаев... Казовые службы, они же даже предупреждают, да? Они предупреждают обязательно, да. Они уведомляют обязательно, они обязаны это делать. Они направляют иногда сообщения, даже смс-сообщения потребителям, если у них есть данные потребителя. И всегда вывешивают объявления на дверях, на стендах, в подъездах. То есть в любом случае оповещения есть. Более того, они пытаются... Специализированная организация, я знаю, что наша специализированная организация, основная, которая Газпром и газорезапределение САКТФХАР, которая осуществляет эту, выполняет эту работу, она пытается согласовать с потребителем, предлагает потребителю согласовать удобное для него время, когда специалисты смогут подойти и посмотреть, посмотреть, обслужить это оборудование. Но и помимо вот этих вот ежегодного обслуживания, специалисты специализированной организации могут... Им нужно попасть в помещение при возникновении аварийной ситуации, либо при риске возникновения такой ситуации. Ольга Михайловна, спасибо за участие в программе и за такую актуальную и полезную информацию. Спасибо вам. Всего доброго. 8 февраля смотрите «Прямую линию» с мэром Ухты Магомедом Османовым. Всего доброго. До встречи.